Нелидовским межрайонным следственным отделом регионального СК по материалу проверки органов прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора спортивного комплекса Старт, подозреваемого в халатности. По версии следствия, осенью текущего года между администрацией Нелидовского городского округа и бюджетным учреждением спорткомплекс Старт был заключен договор, согласно которому учреждение приняло в безвозмездное пользование физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в городе Нелидово. Условиями договора было предусмотрено, что судополучатель обязан в месячный срок с даты подписания договора заключить договор на обслуживание имущества. Вместе с тем, директором муниципального бюджетного учреждения не было принято надлежащих мер к заключению договора на обслуживание воздухоопорной конструкции комплекса. В результате 15 декабря из-за налипания снега на оболочку воздухоопорной конструкции физкультурно-оздоровительного комплекса конструкция сооружения обрушилась. Произошел отрыв оболочки откреплений, что привело к снижению давления воздуха. Эксплуатация рухнувшего строения дальше невозможна. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Этого ранее судимого 20-летнего парня, жителя Ленинградской области, сотрудники полиции задержали по подозрению в мошенничестве. В октябре текущего года в полицию поступило сообщение о совершении преступления в отношении Тарапчанки 1940 года рождения, которая стала жертвой мошеннической схемы. Ваш родственник попал в ДТП. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Потерпевшая рассказала следователю, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что внучка стала виновницей серьезного ДТП. И чтобы избежать последствий, необходимо срочно передать курьеру крупную сумму денег. 83-летний пенсионерка отдала мошеннику все сбережения – 500 тысяч рублей. Вскоре подозреваемый был задержан. Подозреваемый сознался содеянным и пояснил, что зарабатывал 10% от суммы, которую ему отдавали обманутые граждане. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, как на территории Тверской области, так и на других регионах. В Твери на Староволжском мосту столкнулись КИА и грузовой ФАП. Легковушка под управлением 23-летнего водителя выехала навстречу. В результате столкновения медицинская помощь потребовалась мужчине, управлявшим КИА. Признаков опьянения у водителей столкнувшихся машин не обнаружено. На перекрестке улицы 2-я Красина и Тюленина столкнулись автомобиль Форд и пассажирский автобус. Автобус выезжал на Красина и не уступил дорогу легковушке. Пострадал пассажир общественного транспорта. Человек упал и получил ушиб. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...